Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Грубанова. И вначале коротко о главных событиях к этому часу. Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввести в заблуждение международное сообщество относительно работы погранично-пропускного пункта Лачин демонстрируют намерение армянской стороны обострить обстановку. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Азербайджана. Благодарность за созданные условия и возможность связаться с семьей выразил азербайджанскому государству Вагиф Хачтырян, задержанный на ППП Лачин и привезенный в Баку. Антитеррористическая операция «Возмездие». Год назад вооруженные силы Азербайджана привели в Карабахе контроперацию против незаконных армянских вооруженных формирований. А теперь подробнее. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Леонардо Стефана Пантекорва. Подробнее об этом расскажем в следующих выпусках новостей. Пока продолжаем выпуск. Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, то она должна воздержаться от провокационных шагов и поддержать использование дороги Агдам-Ханкинди и других альтернативных путей, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства. Также в комментарии МИД напоминает армянской стороне, которая пытается ввести в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатыряна, совершившего преступления против человечности, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников. Арест этого лица осуществлялся в рамках азербайджанского законодательства и международного права. Армянская сторона вместо того, чтобы защищать и покрывать действия виновных в преступлениях против человечности, массовых убийствах, в том числе геноциде против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации, должна поддержать процесс привлечения их к уголовной ответственности, говорится в заявлении МИД. Уполномоченные по правам человека Азербайджана Сабина Алиева и члены национальной превентивной группы омбудсмена по предотвращению пыток без предупреждения посетили места содержания лиц, которые не могут покинуть их самовольно. Омбудсмен навестила в том числе задержанного 29 июля сотрудниками государственной пограничной службы Азербайджана Вагифа Хачтыряна, обвиняемого в расправе над мирными гражданами Азербайджана в 1991 году в селе Мешали. Сабина Алиева, а также медицинские и психологические эксперты заслушали обращение Вагифа Хачтыряна. Он выразил удовлетворение гуманным обращением и качественным медицинским обслуживанием. Задержанный выразил благодарность азербайджанскому государству за создание условия и возможность связаться с семьей. Права Хачтыряна обеспечиваются в соответствии с национальным законодательством Азербайджана и международными документами. Ему оказывается медико-психологическая помощь, а также другая необходимая помощь. Информация, видео и фотографии о нем, полученные во время визита, были отправлены в соответствующие международные организации. Исполняется ровно год с того дня, когда члены армянских вооруженных банд формирований, находящихся на территории Азербайджана в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, совершили террористическо-диверсионную вылазку против подразделений азербайджанской армии. В результате проведенной Азербайджаном операции возмездия врагу был нанесен сокрушительный удар. 3 августа 2022 года Армения грубо нарушила положение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении. Вооруженные бандформирования совершили провокацию в отношении подразделений азербайджанской армии. В результате погиб военнослужащий. Помимо этого, вооруженные силы Армении предприняли попытку захватить господствующую высоту, позволяющую контролировать территорию Килибайджарского и Лачинского районов. Но все попытки армянских сил потерпели фиаско. В результате контртеррористической операции возмездия, проведенной подразделениями азербайджанской армии, под контроль были взяты стратегически важные господствующие высоты – Кыргыз, Сарыбаба и другие. Операция возмездия, продолжавшаяся несколько часов, была карательной мерой. Кровь азербайджанского шейхида дорого обошлась врагам, и они не должны забывать этого. Если вновь будет совершена похожая провокация, то последует такой же ответ. И никто не сможет помешать нам, никто не сможет остановить нас. На своей земле мы в любой момент можем проводить любую операцию. Просто максимальная действенность и в то же время краткосрочность операции возмездия показывает, что наша сила на месте. В то же время мы не хотим новой войны, потому что Вторая Карабахская война продемонстрировала нашу силу, и мы добились желаемого военным, а затем военно-политическим путём. Азербайджанская армия всего за несколько часов уничтожила боевые позиции армянских банформирований, гаубицы Д-30, военно-транспортные средства и склады с боеприпасами. Кроме того, был нанесён авиаудар по воинской части, дислоцированный на территории Агдеринского района. Операция возмездия стала очередным успехом вооружённых сил Азербайджана по ликвидации незаконных армянских банформирований, пресечению террора и провокаций на суверенных территориях страны. После проведённой операции с Карабахского региона Азербайджана были выведены сотни армянских военнослужащих. Операция возмездия ещё раз показала Армении, что нас никто и ничто не сможет остановить. Ничьё-то заявление, ничьё-то выступление, ни какой-то телефонный звонок. Никто и ничто. Азербайджанский народ хорошо знает это. Вторая Карабахская война продемонстрировала это. Уверен, что это знает и противоположная сторона. Просто иногда забывает об этом. Потому и происходят такие трагические события. Азербайджанская армия всегда жёстко реагировала на все провокации противника. Наносила сокрушительные удары по вражеским позициям. Год назад азербайджанским военнослужащим понадобилось лишь несколько часов, чтобы ликвидировать угрозу и занять стратегические высоты в Карабахе, уничтожив технику и живую силу вооружённых сил Армении. И не задев при этом гражданские объекты. Был нанесён удар с воздуха по военному городку, где техника, которая была готова выехать вместе с гаубицами, видимо, на поддержку вот этих террористов. Что азербайджанская армия здесь ещё раз проявила именно мастерство и умение точечно поражать те цели, которые она считает нужным. Я думаю, что это было сигналом для противника, что все объекты находятся под вниманием азербайджанской армии. И если азербайджанская армия примет какое-то решение, то за раз, можно сказать, все объекты будут уничтожены. В настоящее время в регионе сложилась новая реальность. Азербайджан положил конец 30-летней оккупации, восстановил справедливой силой и инициировал новый мирный процесс. Два с половиной года понадобилось Еревану, чтобы понять безальтернативность мирных переговоров. Камнем преткновения оставалось то, что Армения отказывалась официально признавать Карабах частью Азербайджана. Но в конечном итоге Ереван признал и это. Осталось лишь задокументировать признание. Операция возмездия отрезвила горячие головы армянских реваншистов и в очередной раз напомнила, что протянутая рука миролюбивого Азербайджана в любой момент может превратиться в железный кулак. Южный Кавказ – важный геополитический регион, который по сей день находится в кругу интересов крупных мировых держав. Ситуацию, осложненную отсутствием мира между Азербайджаном и Арменией, пытаются решить международные акторы Запада и России. Таким образом, посредники вступают в этап конкуренции, который в будущем может еще более обостриться. Исторически Южный Кавказ является зоной особых интересов России, где она на протяжении веков проводила активную политику. Несмотря на географическую удаленность, интерес к этому региону все больше проявляют страны Запада, внося свой вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. О существовании геополитического соперничества между некоторыми игроками и их попытках стать более активными в переговорном процессе Баку и Еревана в своем последнем интервью телеканалу «Евроньюз» высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам главы государства, для Азербайджана главное – достижение результата этих усилий. «Именно Россия была посредником при заключении соглашения о прекращении огня. Декларация от 10 ноября 2020 года. Это были не США и не Евросоюз. Наши первые встречи с премьер-министром Армении были организованы Россией. Ситуация изменилась после начала российско-украинской войны. Тогда мы стали наблюдать более активное участие США и Европы. На самом деле для нас нет большой разницы, кто будет руководить процессом, кто будет в определенной степени монополизировать переговорный процесс. Важно прийти к результату. Мы будем поддерживать любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения. Кстати, переговоры между министрами иностранных дел проходили в Вашингтоне, а теперь мы получили приглашение от Москвы провести раунд переговоров в России в конце этого месяца, и мы согласились. Если будет предложено какое-то другое место, мы, конечно, согласимся и с этим. Для нас важно договориться и получить результат. На фоне ослабления позиций России, что обусловлено войной с Украиной, сегодня мы наблюдаем довольно активное вовлечение Евросоюза и США, вопрос урегулирования азербайджано-армянских отношений. Беспокойство по поводу активизации западного посредничества неоднократно выражали в Москве. Высокопоставленные лица не раз озвучивали заявление о том, что США и ЕС, по их словам, пытаются посеснить законные интересы России. Также усилия западных посредников в процессе нормализации между Баку и Ереваном в России расценивают как желание проникнуть в регион Южного Кавказа. Международное сообщество призывает Армения к благоразумию. Организации гражданского общества Кении обратились к Еревану с требованием прекратить политические манипуляции и перестать блокирование интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество. Также журналисты из Боснии и Герцеговины выразила солидарность очевидцам геноцида в Мишали и призвала не замалчивать преступления Армении. Президент Организации гражданских обществ Кении призвал политические круги Еревана прекратить манипуляции и попытки воспрепятствовать интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество. В своем обращении кенийский правозащитник также коснулся ситуации вокруг погранично-пропускного пункта Лачин, заявив, что он создан для удобного и беспрепятственного передвижения людей. «Азербайджан обеспечит права и безопасность армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в соответствии с Конституцией республики. Всем гражданам, независимо от их национальности или этнического происхождения, предоставляются равные права. Утверждения некоторых должностных лиц Армении относительно незаконности установления погранично-пропускного пункта Лачин безосновательны. Лачинская дорога находится на суверенной территории Азербайджана, и страна вольна реализовывать любые проекты. Что касается дороги Ахдам-Ханкинди, предложенной Азербайджаном, то отмечу, что этот маршрут доступен и удобен для доставки гуманитарной помощи. Важно, чтобы международное сообщество знало, что Азербайджан не создаёт блокаду, а предлагает помощь». В свою очередь, боснийский журналист и член движения матерей анклавов «Сребреница» и «Жеб» Айша Хафизович Ханжемешич выразила поддержку жертвам геноцидов Мишали и заявила, что Вагиф Хачтырян и другие военные преступники должны предстать перед азербайджанским судом. Эксперт подчеркнула, что требование мишалинцев принудить Армению передать тех, кто совершил преступление против человечности в отношении азербайджанского народа, станет единственным утешением для очевидцев тех злодеяний. «Мы – жертвы геноцида «Сребреницы», жертвы преступления против мусульман, совершённых в Боснии. Чувствуем боль очевидцев злодеяний в Мишали. Подобные зверства не должны повториться нигде в мире. Сегодня мы с нашими друзьями из Азербайджана призываем к ответственности и справедливости, потому что это единственный путь к устойчивому миру. Во имя светлого будущего необходимо объединить усилия для обеспечения справедливости. Требование каждого жителя Мишали состоит в том, чтобы Вагиф Хачтырян и другие подобные ему военные преступники предстали перед азербайджанским правосудием. Мы годами ждали этого дня, но ни на один день не теряли веры и надежды». 1 августа очевидцы Мишалинского геноцида обратились открытым письмом к международному сообществу. В своём заявлении люди, которые стали свидетелями убийства своих близких и были изгнаны из своих родных земель, потребовали от международного сообщества не замалчивать преступления Армении и наказать по всей строгости закона не только Вагифа Хачтыряна, но и других причастных лиц. Эллада Мамедова, CBC Тему продолжающихся армянских провокаций и необоснованных заявлений продолжим с гостем. К студии подключается Кемал Алиев-Макилей, доктор юридических наук, старший преподаватель Гетебургского университета в Швеции. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, несмотря на то, что Азербайджан и Армения близки к подписанию мира, казалось бы, остается всё меньше разногласий, из Еревана продолжают звучать необоснованные обвинения. Якобы блокаде армян, проживающих в Карабахе. Вот интересно знать, почему в Армении так настаивают на погранично-пропускном пункте Лачин о перевозке грузов именно через эту территорию и отказываются от дороги Агдам-Хэн-Кенди. Ведь не единожды на словах подтверждалась принадлежность Карабаха Азербайджану и дорога Агдам-Хэн-Кенди гораздо более удобна и логична в таких условиях. Ну, прежде всего, это делается для того, чтобы иметь открытый доступ к снежению сепаратистов. Который находится сейчас на территории временно контролируемого миротворческого контингента в Российской Федерации. Это делается для того, чтобы занимать более устойчивую, так сказать, позицию в переговорном процессе, то есть идти на меньшие уступки в переговорном процессе, иметь возможность нажимать на болитвы и точки в этом процессе. Конечно же, все это делается с использованием мирного населения, находящегося на этой территории. Естественно, помимо сепаратистов и вооруженных сил Армении, там еще есть и мирные граждане Азербайджана, которые являются вот этой вот разменной, так сказать, фигурой в переговорном процессе. А если дорога не будет контролироваться, так сказать, со стороны Азербайджана, то, соответственно, это снабжение со стороны Армении будет иметь неограниченный характер. Помимо, естественно, продуктов, там, определенного быта и питания, это же еще открытая дорога для того, чтобы приобрать определенные вооружения, да, снабжение вооруженных сил Армении. И поэтому открытая дорога означает в переговорном процессе более устойчивую позицию для Армении, которая очень сильно трещит по швам уже давно, особенно после 2020 года. И в этих условиях, естественно, прибегают к любым способам для того, чтобы надавить на Азербайджан, для того, чтобы Азербайджан предоставил либо больше свободы Армении в снабжении карабахских сепаратистов, либо полностью открыл дорогу и убрал свой контроль оттуда. Ну, естественно, для Азербайджана это невыгодно, и он это делать не будет. И поэтому и создается вот эта вот ситуация, при которой Армения использует такие рычаги, как гуманитарная якобы помощь и так далее, что дорога закрыта для гуманитарной помощи прежде всего, и что страдает вот это вот мирное население. Но страдает она в первую очередь потому, что снабжаемый Арменией сепаратистский режим там не идет на нормальные переговоры с властями Азербайджана и не способствует урегулированию всех вопросов, связанных с состоянием этого мирного сессия. Также Армения, хочу отметить, пытается ввести в заблуждение общественность касательно задержания в Агифах Ачатыряна. Однако в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников. Об этом заявляет МИД Азербайджана. Вот неужели в Армении думать, что Азербайджан готов забыть о всех этих преступлениях или в другом случае на что надеяться? Я бы сказал, что здесь вообще вопрос о международном гуманитарном праве идти не должен, потому что сейчас нет активных боевых действий. А международное гуманитарное право действует исключительно в условиях ведения вооруженных действий в вооруженном конфликте, то есть в состоянии войны. А пока этого состояния нет, нормы международного гуманитарного права попросту не действуют. Сейчас Азербайджан не находится ни в состоянии войны, ни внешней с Арменией, ни внутренней в состоянии конфликта, и нет вот этих активных боевых действий, при котором бы использовалось международное гуманитарное право. Это прежде всего. То, что касается Международного комитета Красного Креста, естественно, Международный комитет Красного Креста занимается вопросами гуманитарной помощи в условиях вооруженных конфликтов, но также и в постконфликтных ситуациях. И поэтому, хотя Международный комитет Красного Креста и занимается вопросом международного гуманитарного права, это не исключительная зона его действия. Он вообще занимается гуманитарной помощью. Поэтому то, что Международный комитет Красного Креста занимается гуманитарной помощью, никак не связывается с тем, что есть внутренние внуки на результате Азербайджана и есть нормы международного уголовного права. А завоенные преступления, преступления против человечности и геноцид в соответствии с международным уголовным правом могут задержать кого угодно и когда угодно, и также вне зависимости от срока давности. Поэтому здесь вопрос идет о международном уголовном праве, а даже не гуманитарном праве. Поэтому все обвинения со стороны Армении вообще в нарушении международного гуманитарного права очень удивительны, потому что мы попросту сейчас не действуем на этой территории и между Арменией и Азербайджаном. Мы просто не ведем войну. Вот еще, как заявил в недавнем интервью Евроньюз президент Азербайджана Ильхам Алиев, мирное соглашение может быть подписано в скором времени, но все зависит от Армении, как она себя поведет. О чем свидетельствует действие Еревана? Готов ли он к миру или это будет вынужденная мера? Я думаю, что для Еревана все меры будут вынуждены, потому что Ереван не был готов к миру на условиях, связанных с международным правом никогда. То есть мы это видели в течение 30 лет. Поэтому все условия приведения ситуации в соответствии с международным правом будут для Еревана вынуждены. И поэтому, естественно, каждый шаг со стороны Еревана это вынужденный шаг. Вопрос лишь в том, насколько быстро Ереван придет к точке вот этой вот сингулярности, когда международное право вернется в свою колею и все будет приведено в соответствии с международным правом, будет демилитирована граница между Арменией и Азербайджаном, не будет больше территориальных претензий у Армении к Азербайджану. И вот когда эта ситуация в конце концов достигнет вот этого апогея с заключением мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Понятно, что Армения и Азербайджан не могут заключить международный договор, который противоречил бы нормам международного права. Это просто невозможно. Поэтому этот международный договор просто не будет считаться действительно. Поэтому именно этот и будет вот этим апогеем. Вопрос в том, в каком времени. Вообще оптимистические заявления говорили о том, что до конца года может пройти этот процесс, но он будет зависеть в основном от том, насколько стороны смогут договориться о двух вопросах, которые стоят на повестке дня. Это о делимитации, демаркации границы, а также открытии коммуникации. Вот эти вот два условия, при которых мирный договор будет уже практически полностью готов. И последним вопросом будет вот этот вот момент территориальных претензий к Азербайджану. Если Армения от него откажется и вроде бы уже на словах отказалась, то тогда все три основных вопроса будут решены и можно будет подписывать мирный договор. Время, к сожалению, пока что Армении тянется и тянется. И вот мы видим, что все вот эти вот попытки Армении притормаживать этот процесс, они в какой-то степени действительно его тормозят, в какой-то степени они не удаются. Но пока что мы можем лишь констатировать, что медленным-медленным шагом мы все равно продвигаемся к мирному договору и альтернативы ему просто нет. Да, действительно, в Азербайджане уверены. Я думаю, и все в мировом сообществе, что альтернативы миру нет. И стороны должны прийти к соглашению. Большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо большое. В свою связь со студией подключался Кемал Алиев Макили, доктор юридических наук, старший преподаватель Гетебургского университета в Швеции. Продолжаем выпуск. Армения, являясь стороной, которая создает ограничения на использование Лачинской дороги, а также возражает против предложения об использовании дороги Агдам-Ханкинди для удовлетворения потребностей армянских жителей, все еще пытается вести в заблуждение международную общественность своими бессмысленными претензиями о якобы блокаде азербайджанской стороной армянских жителей. Об этом говорится в письме министра иностранных дел Азербайджана Джайхуна Байрамова 21 июля 2023 года, адресованная генеральному секретарю ООН в связи с решением международного суда об отклонении выдвинутого Армении ходатайства. В письме министр отмечает приверженность Азербайджана усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, и в частности важность того, чтобы международное сообщество призвало Армению продемонстрировать конструктивный подход в усилиях по достижению устойчивого мира. Международный суд ООН отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года о якобы незаконности погранично-пропускного пункта Лачин и требовании вывода всех вооруженных сил Азербайджана с Лачинской дороги. Армения продолжает истерию вокруг погранично-пропускного пункта на условной границе с Азербайджаном. При наличии альтернативного маршрута армянские власти настаивают на использовании именно ППП Лачин. Накануне еще две фуры, намеревавшиеся въехать в Карабах с территории Армении, прибыли на Лачинскую дорогу, где уже скопились десятки грузовиков. Армения, судя по всему, не собирается отказываться от своих дурных привычек. Власти в Ереване продолжают попытки убедить мир и армянскую общественность в наличии блокады, населенной армянами части Карабахского экономического региона Азербайджана. Это шоу получило развитие с прибытием армянских фур к погрампосту Лачин, к автоколонии, которую в Армении уже считают убыточной, присоединились еще две фуры. Таким образом, очередь из грузовиков на границе еще более удлинилась, и именно эту цель и преследовал Ереван. Теперь в своих клеветнических обвинениях официальные лица Армении будут оперировать новой статистикой и изображать ситуации еще более плачевные. Пускать фуры на Лачинскую дорогу в Баку все так же не собирается. Отправка автоколонны в Карабах по этому маршруту не была согласована Ереваном ни с Азербайджаном, ни с российскими миротворцами. Армения к неоднократным предупреждениям не прислушалась, а терпеть ее прихоти никто не собирается. И пробка на условной границе между двумя странами возникла не потому, что в Баку все такие злые и бессердечные, как это пытаются показать миру армянские власти, а из-за глупости Еревана. И распутывать сложившуюся ситуацию придется ему самому. Задача, правда, оказалась сложной. Фуры заехали на перевал и теперь просто не могут на нем развернуться. Выходом специалисты считают разве что движение задним ходом. Именно этот метод армянские власти практикуют в своей политике, а не только на дорогах. Армения осуществляет провокацию под видом гуманитарной помощи. Ереван преднамеренно нагнетает военно-политическую обстановку в регионе. Таким образом, подписание мирного договора затягивается. Кроме того, Армения пытается сформировать ложный имидж Азербайджана в международном сообществе. Нас хотят обвинить в искусственной блокаде и подобным образом добиться давления западных стран на Баку. Но все это обернется провалом для самой Армении. Низкопробного шоу на границе можно было бы избежать, использовав для перевозки груза в дорогу Агдам-Ханкианды. Но этот маршрут в Армении всячески игнорируют. А ведь он обеспечил бы более эффективную и оперативную доставку товаров в Карабах. Однако остатки карабахских хунт и дорогу перекрыли. Мотивы их известны – добиться скопления транспортных средств именно у въезда на Лачинскую дорогу и поднять шум на весь мир росказнями о фейковой блокаде. К слову, со дня установления погранпункта Лачина обеспечен переход из Карабаха в Армению и в обратном направлении более 2000 жителей Азербайджана армянской национальности. Отправка фург созданной самой же Армении пробки на границе обернется для Еревана в том числе финансовыми проблемами. А ведь ситуация в этой стране и без того нестабильная. О том, что власти в Ереване швыряют деньги на ветер, говорят и рядовые армяне. Представители общественности провели даже акцию протеста в Ереване, требуя от властей рационального использования бюджетных средств, прекращения финансирования фестивалей еды и напитков. В эти дни проводятся различные мероприятия, фестивали. Тратятся деньги на то, чтобы пригласить мировых звёзд. В то время как уже ряд компаний имеет разработки в области ВПК. Но из-за отсутствия финансирования невозможно наладить производство. Внецелесообразной трате бюджетных средств обвиняется и парламент Армении. Там только за месяц закупили коньяка почти на 4 миллиона драмов, чуть более 10 тысяч долларов. Правда, этим уже никого не удивишь. Коньячина дипломатия давно стала визитной карточкой властей Армении. Подобными подарками они, к примеру, нередко подкупают зарубежных журналистов, а те взамен участвуют в грязных антиазербайджанских кампаниях. Видимо, сейчас для поддержания мифа о блокаде Карабаха армянам потребовалось ещё больше сообщников. Вот спрос на коньяк увеличился. К слову о собственном комфорте, армянские парламентарии тоже не забывают. Местные СМИ сообщают, что власти намерены превратить здание парламента в место для развлечений. Там в скором времени будет открыто современное кафе. Новость вызвала недовольство в армянском обществе. Шители также недовольны сведениями о выделении 23 миллионов долларов на организацию в Ереване концерта американского рэпера Snoop Dog'а. «Эти люди захватили власть и осуществляют внутри страны провокации против самого народа. Какому-то непонятному певцу платят 23 миллиона для того, чтобы он посетил Армению. У него вообще непонятно какая ориентация. Он настоящий преступник и известен только благодаря своим скандальным выходкам. Откуда у вас подобные деньги на таких бездарей? За счёт денег граждан делаете всё, что вам вздумается. Вы что, не видите? Ситуация в стране критическая». Жители Армении жалуются на плачевное социальное положение в стране. Организаторы акции протеста в Ереване намерены собираться у правительства каждый четверг, чтобы напоминать властям о требованиях народа. Шамистам Амедов, Сибиси. Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу. В организации проинформировали генсека об уклонении Армении от предложения о диалоге общины по обеспечению возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев и провокациях, препятствующих реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Община призвала ООН оказать влияние на Ереван, чтобы армянская сторона выполнила взятые на себя обязательства и направить в Армению специальную миссию ООН для содействия процессу возвращения. 11 марта текущего года община Западного Азербайджана обратилась к письменным сообщениям к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, призвав его начать диалог и устранить несправедливость, которую армяне на протяжении десятилетий подвергали азербайджанцев. Однако армянские власти не ответили на призывы общины к диалогу. Более того, Армения продолжает подстрекать и разжигать сепаристические тенденции среди этнических армян, проживающих в Азербайджане, и предпринимает шаги, направленные на сапатаж усилий правительства Азербайджана по их реинтеграции. Эти действия Армении подрывают перспективы достижения мира и примирения в регионе. Община Западного Азербайджана призвала ООН принять соответствующие меры в отношении Армении, а также оказать помощь в безопасном возвращении изгнанных азербайджанцев в родные края. Общественное объединение семьи пропавших без вести в Карабахе направило обращение в ООН. Члены семьи почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана обратились к Генсеку ООН, президенту Генеральной Ассамблеи ООН, президенту Совета Организации по правам человека и Верховному комиссару ООН по правам человека. В обращении говорится, что родные пропавших без вести в Первой Карабахской войне более 30 лет ничего не знают о судьбе своих родственников. На протяжении всего этого времени Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцев. Среди порядка 4 тысяч пропавших без вести более 3 тысяч людей – военнослужащие, а остальные – гражданские лица, среди которых дети, женщины и старики. 31 августа 1993 года армянские захватчики вошли в город Кубадлы. Моего брата, который управлял вертолётом, подбили. Вертолёт разбился, однако брат выжил, и его взяли в плен. С тех самых пор, вот уже 30 лет, моя семья ничего о нём не знает. Мы обращались куда только можно, пытались найти своими силами. Всё безуспешно. Последняя надежда – Организация Объединённых Наций. Мы хотим знать хоть что-то о наших близких и просим международное сообщество посодействовать в предоставлении информации. 19 сентября 1992 года мой брат пропал без вести в Агдаме, на высоте Фарук. 31 год, наша семья ничего не знает о нём. Мы обращаемся к международному сообществу КООН. Мы просим, чтобы наши просьбы были услышаны. Нам, родным пропавших без вести, хочется лишь одного – узнать что-нибудь о судьбе своих родных. Если они погибли, мы хотим знать, где находятся их могилы. Просим международное сообщество привлечь Армению к ответственности. Экспорт Турции в июле увеличился на почти 8,5%. Министр торговли Умер Булат, оглашая последние показатели, указал, что достигнута самая высокая стоимость июльского экспорта в истории страны. В период с января по июль 2023 года объём продаж за рубеж составил 143 миллиарда 435 миллионов долларов. Это близко к уровню предыдущего года, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире. Высокие показатели наблюдаются в экспорте продукции машиностроения. Министр также подчеркнул, что увеличилось производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Это обеспечило устойчивый рост благосостояния в стране. В то же время за отчётный период вырос импорт необработанного золота, но сократился ввоз энергоресурсов. Ещё одним положительным фактором является повышение импорта, оплаченного в турецких лирах. В период с января по июль этот показатель увеличился на 157 процентов. «Наш экспорт увеличился на 8,4 процента в июле и достиг 20 миллиардов 93 миллионов долларов. Таким образом, был достигнут самый высокий показатель июльского экспорта в истории. Такого результата удалось добиться, несмотря на стагнацию мирового производства, особенно в странах ЕС, которые являются нашими крупнейшими экспортными рынками, ослабление производства и объёма торговли в мировой экономике, а также серьёзное снижение мировых торговых цен и цен на сырьевые товары. Несмотря на пандемию, последующую войну в Украине и разрушительное землетрясение, экономика нашей страны сохранила тенденцию роста и в этом году. Параллельно с этим, мы наблюдаем, что начинают компенсироваться экономические последствия землетрясения». Сотрудничество Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана в приоритетных областях обсудят завтра в Ашхабаде президенты Шавкат Мирзиоев, Сардар Берды Мухаммедов и Эмумали Рахмон. В программу трёхстороннего саммита вошли вопросы сотрудничества с трансферами экономики. Также в числе актуальных тем – сотрудничество в здравоохранении, науке и образовании. Известно, что главы государств планируют рассмотреть задачи по дальнейшему развитию транспортных коридоров, в первую очередь железных дорог. С этой целью необходимо проработать вопросы упрощения процедур взаимной торговли. Ожидается, что будут рассмотрены возможности наращивания пропускной способности и объёмных характеристик контейнерных перевозок, а также строительство терминалов для транспортировки и хранения грузов, которые будут использоваться совместно тремя странами. Есть ключевое направление, которое будет в центре внимания. Это, конечно же, вопросы транспортно-коммуникационного взаимодействия. Обратите внимание, ведь этот саммит глав государств Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана происходит после нескольких очень значимых встреч. Например, буквально полтора месяца назад состоялся визит президента Азербайджана в Таджикистан. И там тоже вопросы транспортно-коммуникационного взаимодействия были поставлены. Чуть больше месяца назад состоялся первый официальный визит президента Азербайджана в Иран. И там тоже вопросы транспортно-коммуникационного взаимодействия. И для Таджикистана, и для Узбекистана выстраивание транспортно-коммуникационного взаимодействия Это вопрос экономического выживания и обеспечения своей конкурентоспособности. Как напомнил эксперт, государства Центральной Азии не имеют прямого выхода к морским портам. Эксперт продукции для этих стран обходится дорого, и поэтому они заинтересованы в налаживании новых транспортных коммуникаций. В частности, Таджикистан старается вывести свою алюминиевую продукцию на новые рынки. Таджикистану нужен выход через транскаспийский транспортный коридор, через Азербайджан, на Турцию, на Средиземноморские и Черноморские порты. Одновременно сотрудничество с Туркменистаном позволит таджикским товарам выходить еще и на рынки Ближнего и Среднего Востока. Кыргызстану невозможно выйти на рынки в западном, северном и южном направлении, минуя Узбекистан и Туркменистан. А значит, нужно договариваться, нужно выстраивать партнерские отношения, которые позволят нам выстраивать транспортно-коммуникационные маршруты. Я вообще думаю, что этот формат будет расширяться за счет включения Кыргызстана, особенно если начнется практическая реализация проекта железнодорожного коридора Китая-Кыргызия-Узбекистан. Ранее в июле в формате видеоконференции состоялись переговоры министров иностранных дел Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. На встрече обсуждались вопросы подготовки и проведения предстоящего саммита президента в трех стран. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели программу «Предстоящие встречи», повестку дня, а также проект итогового документа саммита. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBT и слушайте нас на CBC-FM. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok